Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. 295 лет на посту. Работники прокуратуры отмечают сегодня профессиональный праздник. Более 50 литров контрафактного алкоголя. Самарские полицейские проверили питейные заведения Кировского района. На хлеб не намажешь, но все равно приятно. Сегодня Международный день спасибо. Профессиональный праздник отмечают сотрудники прокуратуры России. Этот год юбилейный надзорному ведомству 295 лет. Образовано оно было 12 января 1722 года указом императора Петра I. Основными критериями отбора на службу были названы честность, ответственность и порядочность. Традиции соблюдаются и сегодня. К торжественной дате прокуратура Самары подвела итоги работы за прошлый год. Было выявлено более 36 тысяч нарушений закона. Свыше 6 тысяч виновных привлекли к ответственности. В суды направили более 3 тысяч исков на общую сумму свыше 74 миллионов рублей. Борьба с коррупцией, нарушениями закона в сфере ЖКХ, контроль за исполнением законов и координация правоохранительных органов. Это основные направления работы. Как отмечают в ведомстве, в прошлом году уровень криминогенности сократился почти на 9%, а раскрываемость преступлений, наоборот, возросла. Активную работу в 2016 развернули и по борьбе с нарушениями при подготовке к Чемпионату мира по футболу в Самаре. Был выявлен факт хищения денежных средств подрядчикам при строительстве подземных пешеходных переходов через Московское шоссе. В акты выполненных работ были включены сведения об использовании более дорогого нагревательного кабеля, чем тот, который фактически был использован. Уголовное дело расследуется, находится на контроле прокуратуры. С этого года студентов колледжа и техникумов не будут призывать в армию, пока они не закончат учебу. Раньше это правило касалось только тех, кто обучается в вузах. Всего осенью этого года на военную службу отправились более двух с половиной тысяч призывников. Самарцы служат в том числе в президентском полку, в спортивной и научной ротах. Алина Чемерес подробнее. Самарская область норму выполнила. В вооруженные силы регион направил даже больше призывников, чем полагалось по заданию. Осенью 2016 года ряды российской армии пополнили почти три тысячи новоиспеченных танкистов, артиллеристов, десантников. Пятнадцать человек служат в президентском полку, шестеро в спортроте и трое в научной роте в Краснодаре. Последний на особым счету. Их приметили еще во время учебы в университете и заранее выделили им места. Также более тысячи человек в прошлом году заступили на службу по контракту, в том числе 30 девушек. Представительницы прекрасного пола играют в военных оркестрах, служат связистами и медиками. Минимальная зарплата в армии сегодня 17,5 тысяч рублей. Военнослужащим предусмотрены надбавки. Если он сдал физическую подготовку, там на хорошо или отлично, идут надбавки за сдачу физической подготовки. Там больших, до оклада в месяц. Если вот сержант прослужил около 4-5 лет, имеет большую квалификацию, до 50 тысяч получают уже ребята. За два года в регионе почти вдвое снизилось число тех, кто уклоняется от воинской службы. По результатам осеннего призыва 2016-го их 221 человек. Теперь им придется ответить по закону. Диктовальщик всех отслеживает, всех их проводят, розыски. Всего направлено, сформировано материалы в следственные комитеты за осенний призыв 26, и они переданы уже на рассмотрение. Привлечено к административной ответственности 56 человек за осенний призыв 2016-го года. По всем ребятам они все находятся на контроле, все они отслеживаются. С этого года студентов колледжа и техникумов не будут призывать в армию, пока те не закончили учебу. Раньше такой привилегией пользовались только ученики вузов. Весенний призыв 2017-го года стартует 1 апреля. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Более 50 литров контрафактного алкоголя изъяли самарские полицейские. Внеплановые проверки проводились в Кировском районе Самары совместно с активистами движения «Народный контроль». В поле зрения правоохранителей попали два бара и один магазин, где без соответствующих документов реализовывали нелегальное спиртное. Больше всего крепких напитков изъяли в баре в районе улиц проспекта Кирова и Ташкентской. В общей сложности 40 литров коньяка и водки на сумму 20 тысяч рублей. За совершение указанного правонарушения в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. За совершение указанного правонарушения виновное лицо ожидает административный штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Встать на учет в налоговой службе стало проще. С начала года вступили в силу изменения в правила регистрации юридических лиц и предпринимателей. Свидетельства, как документ строгой отчетности, больше не требуется. Все переводится в электронный вид. Что же касается простых граждан, то теперь они могут получить ИНН в любом налоговом органе страны. Олег Зверев тоже изучил новое введение. Государственная регистрация происходит на третий рабочий день. Забрать документы вы сможете после государственной регистрации, то есть на четвертый день, либо в любой другой день. Для вас удобный. При себе надо иметь расписочку и паспорт. Всего три дня и вы индивидуальный предприниматель. Максим Коннов сегодня подал документы в единый регистрационный центр налоговой службы. Он планирует заниматься строительно-отделочными работами. Сейчас выдаются листы записи. Свидетельства не выдаются уже. И уведомления о постановке на учет. С начала 2017 года вступили в силу изменения в правила постановки на учет юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских фермерских хозяйств. Документ строгой отчетности, свидетельство о регистрации на фирменном бланке больше не нужен. Выдается лист записи, в котором содержится информация об электронной отметке. Это значительно упрощает налоговую отчетность, а значит и создает дополнительные условия для развития бизнеса. В том числе и регализации предприятий, которые пока еще не встали на учет. За прошлый год в Самарской области было создано более 24 тысяч хозяйствующих субъектов. Ожидается, что в наступившем 2017-м будет больше. Сейчас все в электронном виде. Сейчас открытие тоже вступило недавно в силу, открытие счетов в банке. У них тоже теперь можно дистанционно включить. И будет на основании сведений, включенных в ЕГРЮ, которые банки получают по системе межведомственного электронного взаимодействия. Поэтому свидетельство как таковое уже не нужно. Изменения касаются и правил постановки на налоговый учет физических лиц. Чтобы получить ИНН, теперь не нужно ехать в инспекцию по месту жительства. Достаточно написать заявление и предъявить паспорт в любом отделении налоговой службы в стране. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. Оплачивать налоги теперь можно за любого человека. За своих родителей, супругу или детей. Это удобно, когда родственник по каким-то причинам не может сделать этого сам. А также в случаях, когда сделка была несвоевременно переоформлена. И по документам владеет имуществом один, а по факту другой. Раньше налоговый кодекс обязывал граждан платить сборы строго за себя лично. И если средства приходили с чужого счета, это считалось незаконным. Сегодня, когда можно платить налоги даже с телефона, устаревшая законодательная норма мешает. Теперь оплатить налоги, не выходя из дома, можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России. И через сервис «Заплати налоги». И, конечно, остается традиционный способ в отделении банков. В настоящее время разработаны рекомендации по порядку заполнения платежных документов иными лицами. Для чего это нужно? Дело в том, что оплата за иных лиц из бюджета Российской Федерации не возвращается. Соответственно, при заполнении платежных документов надо быть особо внимательным и пользоваться данными рекомендациями. Далее коротко о других событиях дня. Грипп и ОРВ продолжают царствовать в 63-м регионе. Во многих школах Самары, где каникулы изначально продлили до 13 января, ученикам уже сообщили, что занятия начнутся лишь с 16-го. Это необходимо для того, чтобы погасить эпидемию. По последним данным, эпид-порог в областном центре превышен почти на 30%. Среди респираторных вирусов преобладает грипп типа А, H3N2. Мотострелковую бригаду ЦВО в Самарской области усилили реактивными системами залпового огня «Град», сообщает пресс-служба ЦВО. В соединение поступили около 10 установок на базе автомобиля повышенной проходимости «Урал». Реактивные системы позволят боевым расчетам вести залповый огонь по целям на расстоянии до 40 километров. Новая бригада была сформирована в Самарской области в конце 16-го года. Она состоит из мотострелковых, артиллерийских, разведывательных, инженерных и других подразделений. На восстановление самолета Як-52, затонувшего в реке Татьянки, выделено 330 тысяч рублей. Региональное правительство выделило Самарскому областному аэроклубу ДСАФ субсидию на финансирование непредвиденных расходов. Напомним, летевший с парада памяти самолет Як-52 совершил вынужденную посадку. Выбраться из самолета пилотам помогли сотрудники ГИМС. Они же и оказали им необходимую помощь. МЧС просит самарцев не купаться на крещение. 19 января во всех храмах пройдут праздничные богослужения. Традиционно будут работать и купели, и ордани. Однако в связи с неравномерностью льда на реках и озерах выходить на водоемы опасно. Официально открытых купелей не будет. И потому сотрудники МЧС предупреждают, что в хрещенские праздники в связи с этим планируют профилактические рейды, чтобы не допустить несчастных случаев. Роскосмос назвал причиной падения прогресса нарушение технологической сборки Союза-У. Аварийная комиссия рассмотрела результаты работы специалистов, изучивших ситуацию, возникшую при запуске 1 декабря 2016 года с космодрома Байконур. Напомним, в результате аварии произошло нештатное механическое разделение третьей ступени ракеты-носителя Союза-У и транспортного грузового корабля прогресс МС-04 на высоте 190 км над безлюдной местностью в Туве. Большинство фрагментов аппарата сгорело в атмосфере. Экспертиза установила, вероятная причина аварии могла крыться в нарушении технологии сборки двигателя. В ближайшее время на предприятиях ракетно-космической отрасли пересмотрят подход к обеспечению безопасного запуска прогресса МС-05. В начале января весь мир отмечает День Спасиба. Слова благодарности психологи называют устными поглаживаниями, потому что они действуют на человека так же, как приятные прикосновения. Лингвисты по сей день расходятся во мнениях, какое значение у слова «спасибо» переставляют корни, суффиксы и окончания, раскладывая целые морфологические пасьянцы. Олеся Корецкая выяснила, какой вариант предпочитают самарцы и кому они готовы сказать «спасибо». Его на хлеб не намажешь и в карман не положишь, но без него не обойтись. «Спасибо» – короткое слово с длинной историей, которая началась в 16 веке. Слово «спасибо» восходит к выражению «спаси Бог», которое относилось к этикетным формулам древнерусского языка. Эта формула, конечно, восходила к церковному общению, к общению, к высоким пожеланиям спасения, прежде всего спасения души. Слова быстро вошли в мирскую речь, произносились по несколько раз на дню, и постепенно выражение «спаси Бог» превратилось в короткое слово «спасибо». В церковном этикете пожелание о спасении осталось в первозданном виде и используется до сих пор в разных вариантах. Одни специалисты уверены, что «спасибо» – это выражение благодарности, другие – что это способ защиты. Самарцы все-таки за первый вариант. Дочери, огромное большое спасибо сыну, снохе и внуку. За любовь и внимание к нам. К нам все же какие-то внимания есть пока. Да, какие-то, кого-то. Хочу своей семье, за то, что они у меня есть, за то, что они такие хорошие. Мы все такие дружные. Своей маме за все хочу сказать спасибо. Мужу, дочери, ну и друзья, наверное. Кому вы хотите сказать спасибо за что? Родителям. За то, что родился. Кому мне еще? Хватит. Вы хотите кому-нибудь сказать спасибо? Ой, хочу. За что? За все. За доброту, за ласку родным, близким. Спасибо за то, что живу и за то, что все прекрасно. Вместе с волшебным словом «пожалуйста» «спасибо» тоже обладает магическими свойствами. Оно выражает внимание и дарит положительные эмоции. Не случайно туристам советуют выучить слова благодарности на языке другой страны. Ведь даже сказанное с акцентом «спасибо» поможет наладить хорошее отношение. Олеся Корецкая, Максим Гусев. События. А вот о чем мы расскажем в следующих выпусках. Если бы не он, в Самаре не строили бы ракеты. Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения великого конструктора Сергея Королева. Поработали на славу. Самарские полицейские сегодня подведут итоги года. Селфи или себяшки по-прежнему в моде самарцев тренде. А вот что говорят психологи. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже 11 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова